Купеческая дочь Престали они жить-поживать, да недолго их счастье продлилось. Возненавидела купеческая дочь своего мужа. Позвала она приказчика, велела солдата связать по рукам и ногам и выбросить в реку. Ну, приказчик так и сделал, да не связал солдата. А солдат плыл себе, плыл по реке, да плыл до берега и так есть захотел. Вдруг увидел кусты. На одном красные ягоды, на другом синяя, на третьем зеленые. Съел он красную спелую ягоду, чует, что-то не то с ним происходит. Смотрит в реку, увидел в отражении, что у него на лбу хвост вырос. Съел синюю ягоду, увидел, что у него на спине рог вырос. Съел зеленую ягоду, хвост отпал. Вторую съел, рог отпал. Третью съел и красавцем стал. Решил он отомстить своей жене. Набрал ягоды в карманы и услышал тут клич, что купеческая дочь заболела. И купец решил наградить того, кто его дочь излечит. Много лекарей приходило, да никто не смог излечить. И вот явился к ним в дом писанный красавец. Стал лечить он купеческую дочь. Дал красную ягоду, вырос у ней на лбу хвост. Дал синюю ягоду, на спине рог вырос. А потом велел остопить жарко баню и пошел туда с больной. А красавец-то этот был солдатом. Вот снял он свой солдатский ремень и как начал лупить свою жену да приговаривать. Вот тебе худого мужа в реку бросать, вот тебе худого мужа в реку бросать. Взмолилась жена, сказала, что будет любить да почитать солдата. Тогда дал ей солдат зеленую ягоду, отпал у нее рог. Дал вторую, отпал хвост. Дал третью и стала жена писаной красавицей. И стали они жить да проживать.